Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами и показать то, что мне прислал один из моих подписчиков, а заодно его поблагодарить. Зовут этого человека Игорь, я бы хотел рассказать о нем намного больше, но, к сожалению, он пожелал остаться неизвестным. Сейчас я вам покажу, что мне прислал этот парень. Ну, во-первых, он мне прислал много всяких вот таких раритетных плакатов с группой кино. Сейчас я вам их все покажу. Даже не знаю, в какие годы эти плакаты печатались. Эту фотографию, я думаю, все вы знаете. Фотограф Барановский. Здоровый, огромный плакат. Очень классный. Судя по всему, отпечатан в 90-х годах. Так, дальше. Так, а здесь у нас плакат с Брюсом Ли. Тоже очень интересно. Я думаю, когда студия, наконец-таки, будет уже закончена, можно будет здесь как раз-таки повесить этот плакат. А вот этот плакат мне нравится больше остальных. Печатан он у нас. Сейчас я вам его покажу. По-моему, в 92-м году. Кстати, сделан как будто прямо глянцевая такая бумага. Для тех лет очень крутой плакат, скажу я вам. Едем дальше. Календарь 92-го года. Тоже довольно известная фотосессия. Заказ 91-го года. Цена 1 рубль 50 копеек. Реклам-фильм Москва. Что тут еще написано? Фотохудожник Гнивашев. Так. Тоже очень классный плакат. Тоже довольно известная фотография. О, кстати, Ленинградский рук-клуб. Ну, немножко с одной стороны она порвана. Ну, ничего страшного. Это можно подклеить. Вот такой классный огромный плакат. Хватит, чтобы заклеить в систему. При желании. Так, этот плакат вы все прекрасно знаете. Этот плакат шел вместе с пластинкой «Черный альбом». В 90-м году первый тираж пластинки. Двусторонний, замечательный такой плакат с текстами песен. В отличном просто состоянии. Правда, здесь была наклейка. Так. Тоже очень классная фотография. Календарь. О, к сожалению, трудно показать. Календарь 93-го года. Так. Вот это тоже один из моих любимых плакатов. Очень классная фотография. У меня что-то подобное когда-то было. По-моему, из журнала «Советский экран». Так. Всесоюзное издательство «Советский композитор». И последний плакат. Вот такой. Это даже не плакат. Нет, наверное, какой-то плакат. Кадр из фильма «Игла». Так. Еще мне Игорь прислал вот такой замечательный интерактивный диск. Выпускался в 97-м, по-моему, да? На «Морозе Рекордс». Здесь тексты песен, видеоинтервью, фрагменты фильмов и так далее, и тому подобное. Я когда-то очень давно, в году, наверное, 2000-м, видел такой диск в каком-то каталоге и просто мечтал его купить. Но не было возможности. Открываем вот эту коробочку. И видим здесь, во-первых, вот такую книгу в памяти Виктора Цоя. Еще здесь какие-то два интересных таких календаря. Это называется «Календарь Апостола». Что это значит, я пока еще не разбирался. Пока не было времени. Ну, что-то это все-таки, наверное, означает. Ну и, в общем-то, здесь внутри находится сам вот такой вот интерактивный компьютерный диск. Так, сейчас покажу, что Игорь прислал мне еще. Есть такая старая книжка, песни Виктора Цоя, 90-й год. Так, здесь тоже будет кое-что интересное. И здесь идут всевозможные вырезки из журналов и газет. Что-то особо интересное я вам обязательно покажу. Вот есть такая газета, называется «Виктор Цой». Интересно она сделана. Очень интересно. А, здесь сделано тоже что-то в виде плаката. Такая вот раритетная газета. Так. Здесь тоже какая-то газета. Даже не знал о существовании таких подобных газет. Газета целиком, полностью называется «Виктор Цой». Удивительно. Книжка Кадикова по следам пророка. А, что-то слышал. Расшифровка песен Виктора Цоя. По-любому стопроцентная туфта. О! Как раз-таки наткнулся на алюминиевые огурцы. Даже читать пока я это не буду. Тексты песни. Тексты песен Виктора Цоя мало кто понимает. Слушают его очень многие, любят его очень многие. Но мало кто понимает, о чем он на самом деле пел. Пытаются найти там то, чего он туда не вкладывал. Это у меня было когда-то. Но я где-то это потерял. Хотя тоже много чего осталось. Так. Это я тоже когда-то читал. Помню, шел со школы. И читал этот журнал. Прямо по дороге. Так. Тут тоже всевозможные вырезки. Так. Это у меня тоже когда-то было. Так. Здесь тоже такой плакат из журнала. Фотографии вот такие продавали в электричках раньше. Так, 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 так. Что же вам еще такое тут интересно показать? Вот такой у меня тоже было советский экран. Так, 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 так. Тут тоже всевозможные такие вот интересные фотографии. Вот это у меня тоже когда-то висело в комнате. Тоже обложка советского экрана. 88-й год. Тогда как раз-таки было, когда Виктор Цой стал лучшим актером года. А лучшей актрисой года тогда стала Елена Яковлева. По-моему, за фильм «Интердевочка», если я сейчас не ошибаюсь. Так, еще какой-то сам издатский, по-моему, журнал «Дайджест». Интересно. Еще вот такой вот журнал. Неужели это тот самый корейский журнал? О, даже цветные вкладки такие интересные, с картинкой. Так, здесь тоже какая-то газета. Так, здесь у нас, опа, извиняюсь, Джон Рэмбо. Думаю, все вы его тоже знаете, персонажа. Так, вот такая фотография, только в уменьшенном размере у меня была. В журнале «Пульс» была подобная фотография. Здесь у нас Брюс Ли. Здесь очень классная вещь, ребята, лежит. Здесь то, о чем я очень давно мечтал. Здесь автограф Вячеслава Геннадьевича Бутусова. Я, к сожалению, на концерт к нему до сих пор не могу попасть. Не получается. О, 2001 год. Так, а что у нас было в 2001 году? Дядушки. Проект Бутусова такой был. После распада нау. Здесь у нас тоже Брюс Ли. Здесь у нас тоже, ну, далеко не все я, конечно, показал. Да, еще здесь такой плакат Арии. Арию я когда-то тоже очень много слушал. В свое время. Но очень быстро отошел от такой тяжелой музыки. Ну и последнее. Здесь тоже такой интересный календарик Брюс Ри. Здесь чьи-то автографы. Я спрашивал у Игоря, чьи они. Но он, к сожалению, не знает. Говорит, может быть, кто-то просто тренировался расписываться. Вот такие дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА